Вот так, сидя на своей кухне, москвич Вячеслав Григорьев, желая совершить рядовую онлайн-покупку, стал виртуальным хулиганом. Мужчина зашел на сайт магазина, чтобы приобрести продукты для праздника и тут же заказать доставку. Сервис предложил ему незабываемую 3D-прогулку по нарисованному торговому залу с возможностью выбрать товар на витрине. Но не ассортиментом, как выяснилось, удивили организаторы. Одно неловкое движение и содержимое пяти виртуальных бутылок растекается по мраморному полу, по сути, не существующего магазина. А далее счет за бой 3D-посуды, в которой, между прочим, было и элитное оливковое масло. Стоимость одной бутылки от 11 до 26 тысяч рублей. Услуги виртуальной уборщицы, видимо, тоже элитные, 12 тысяч, итог 100 тысяч рублей. Вячеславу, конечно, было смешно, пока он не увидел сообщение о списании денег с кредитной карты. Это виртуальный магазин. В нем нельзя ничего развить. Можно ходить, выбирать товар, смотреть, оплачивать, но нельзя разбить. Нет-нет, это не ошибка, объяснили по телефону, указанному на сайте. И в качестве подтверждения факта виртуального хулиганства как раз и отправили эту видеозапись. Как говорится, в таких случаях предоставили доказательства. Запись камеры наблюдения. Конечно, тоже нарисованную. Ну, что поделать, такова жизнь. Жизнь сейчас проходит виртуальной реальности. Это какой-то шутка, что ли, розыгрыш, я не понимаю. Где мои деньги? С меня списали 100 тысяч рублей. Подъезжайте, разберемся. Судя по адресу, указанному на сайте, будущее, где все существуют в виртуальном пространстве, наступило в здании советской постройки на северо-западе Москвы, в котором 3D-магазин делит офисное пространство вместе с десятками других компаний. Вячеслава приняли и повторили, что произошла штатная ситуация.